Музыка Гранью, одной из граней вот этой истины. Истина едина и гармонична. Ее грани не противоречат друг другу. И когда у человека действительно есть какое-то познание, есть какой-то взгляд на Бога, на то, что Бог делает, и Он утверждает, что вот мне открылось так, так будь любезен, пойми, что ты, будучи человеком ограниченным, видишь ограниченную часть, и, собственно говоря, это может быть гранью. Кстати, грань и ограниченный, слова однокоренные в русском языке, это лишь одна грань истины. Если мы с тобой, братья, мы, собственно, должны попробовать, попытаться соединить эти грани. Смотрите, в истории Библии очень интересно прослеживается на достаточно большом промежутке времени, на большом промежутке истории человечества, противостояние братьев. Откуда оно появляется? У каждого свой взгляд на жизнь, у каждого свой взгляд на Бога, и эти взгляды противопоставляются. И только в истории одной левицкой семьи, это Маше Аарон, мире, мы видим не противопоставление братьев, а сотрудничество братьев. И это вот когда они взаимодополняемы, когда у каждого свой дар, и они понимают, что они нуждаются друг в друге. Это вообще та картина, это картина семейности, это картина командного подхода к служению. И это, собственно, то, что мы можем видеть также в книге Даниила. Эти ребята, Даниил, Сидрах, Мессах и Абденага, они приняли решение быть вместе. Понимаете? И они по возможности, где Даниил, когда он был поставлен над царством, он что делает? Давайте ко мне вот этих вот ребят, я в них нуждаюсь. Они будут также участвовать в том правлении, которое доверено мне. То есть мы можем увидеть, что когда эта группа молодых людей приняла решение следовать за Господом, быть посвященными Господу и верными Ему, они выбирают не путь, который в Писании можно озвучить, ну, либо фраза Каина, «Разве я сторож брату моему?» или, скажем, позиция пророка Илья, который говорит, «Всех пророков убили, я один остался». В чем, знаете, вот когда я слышу эту фразу, я вспоминаю просто очень много раз, слышал от евреев, от евреев в Кишиневе, от евреев в Одессе, «Да шо, все евреи уже давно уехали в Израиль, я один остался». Вот то, что ты знаешь, это не евреи. Я тут один, последний еврей. Все остальные уехали. Удивительно, шо в Кишиневе, шо в Одессе, как бы, я не знаю, как здесь, вы встречались с такой позицией или нет, но это позиция бророка Ильи. Всех перебили, я один остался. Понимаете? И мы видим, собственно говоря, когда человек выбирает такую позицию, а это позиция индивидуалистическая. Вот вы знаете, честно, я, вот мне оно как-то так открывается, и мне это не нравится. Я стараюсь об этом говорить. Я верю, что рано или поздно эти слова прорастут и принесут плод. У нас проповедник, он как готовится? Один. У нас семинары в основном, слава богу за наш, мы в команде. Но один спикер, и это очень-очень распространено в нашем служении. Есть один служитель, который крутой, который авторитетный, он приезжает. Очень хорошо, когда у него есть команда, которая помогает. Но, к сожалению, очень часто практикуется это. Учение. Учение развивается одним учителем, он показывает свой взгляд, но, извините, это лишь одна грань на проблему. И я вам скажу, вот мне хочется, чтобы в христианском служении все-таки начали практиковать такой подход, вот именно командный. Берется тема, берется несколько человек, безусловно, один должен быть ответственным, собственно, как Даниил, и те трое друзей, они были в команде, хотя эти трое были по статусу подотчетны. Значит, один ответственный, который курирует, так сказать, этот проект, а остальные, но вместе в команде садятся, берут тему, например, тема исцеления. Вы знаете, какая она многогранная на самом деле? Я однажды окунулся, и я понял, что для одного человека это очень сложно. В результате тема, которую я должен был дать, выживая за одну неделю, я за неделю успел дать только одну часть, причем, знаете, какую часть? Часть, которая разрушает стереотипы. И люди вышли оттуда в шоке с разрушенными стеренами. Вышли, понимаете, то, что было, ломано, порвано, разрушено, а как же теперь нам жить? Одна сестра хотела уйти из общины. Слава Богу, что она обратилась к лидеру, он и дал книжку, и он ей объяснил, что, собственно, Иисус на кресте не умирал для того, чтобы ты жила здоровой и померла здоровой. Это не вопрос физического здоровья, он не является первостепенным, хотя это тоже... Хорошо и важно. Да. Хорошо и важно быть. Я тогда подошел к Саше Шейноге и попросил, говорю, если вдруг появится где-то какое-то окошко, по разным причинам, я не знаю, бывает, я бы хотел еще часик-два хотя бы. Получилась еще неделя. И вы знаете, я вам скажу честно, первая неделя, она шла так тяжело, понимаете. Вот я сижу перед людьми, и я им рассказываю, что все то, чему их учили много лет, оказывается неправда. Они на меня смотрели, как Ленин на буржуазию, честно. И Саак, нам еще цеплялись за свои стереотипы. Да, да, да. Бились сознания. Я по писанию говорю, покажи мне по писанию то, во что ты веришь, а я тебе по писанию покажу то, о чем я тебе говорю. Это очень тяжело, что это реально, как ледокол. Да, вот эта фраза Ленина на буржуазию, Ленин сам был из буржуа, так что, посмотрел, они точки зрения буржуазии. Да. Очень важный, очень важный момент, знаете, смотрите, я вот просто был свидетелем этих учений и вы знаете, перед Виктором был другой учитель. Он приехал с четкой программой. И люди уже были готовы принять вот эту программу. И когда я начал говорить Виктор, получился очень интересный момент, получился диссонанс. Музыканты меня поймут. Диссонанс. Вроде две ноты, но они звучат диссонансом. Почему? Потому что очень часто мы представляем Бога себе таким, каким его нам рисуют. Мы не исследуем какие-то моменты. Например, кто создал болезнь? Бог или дьявол? Болезнь. Бог или дьявол создал болезнь? Человек. Человек создал болезнь. Третье уже есть, он создал болезнь. Человек, Бог или дьявол? Греф там. Послушайте, на самом деле, на самом деле, дьявол не мог создать болезнь, потому что он не творец. И Бог ее не создавал. Греф создал. Греф. Болезнь – это отсутствие здоровья. Мой. Понимаете, это буржуанская ответ. Буржуанская ответ. Нет, подождите, и мой ответ имеет право на существование, как и имеет право на существование в другие моменты. Кто согрешил, отец или мать, что он родился таким? Никто не согрешил. Понимаете? Но мы ставим определенные моменты, и вот если мы смотрим на Даниэла, мы иногда смотрим его с позиции определенных учений, которые нас влаживают. И мы сегодня, вот первого такого разговора, мы о чем зацепили? Мы зацепили, во-первых, о воспитании. Мы зацепили, что воспитание важно, это основание нашей жизни. И в испытаниях, когда будут трудности, то, что было заложено изначально, оно сработает. Оно сработает, если оно заложено, если оно есть, если оно укорененное. Знаете, вот как где-то написано, что, помните, на чем ты строишь? Если ты строишь на песке, твой дом разрушится. Если ты строишь на твердом основании. Вешуа, он камень, краеугольный камень. Помните, написано, камень, в котором разобьются. То есть, это камень, на котором стоит дом. И если мы строим наше воспитание, наше отношение на слове Божьем, не на комментариях на слове Божьем, а на слове Божьем, тогда что-то происходит. Почему? Потому что мы можем принимать тоже исцеление. Я верю в исцеление. Но буквально пару недель назад я был в Боге. За чего это была нужна болезнь? За что это была болезнь? Господи, что я согрешил перед тобой? Я думаю, что мне надо было заболеть. Что я взял выбор? Какой я взял? Какой я взял в этом? Знаете, я сейчас, Роман Романович, я сейчас расскажу, а потом будет. В моем случае была одна ситуация. Была один молодой... Знаете, я вообще люблю рассказывать истории. Виктор Ульчекин, я рассказчик, я люблю историю. Я люблю рассказывать истории и в них что-то раскрывать. Вот был один случай. Я был, я служил в реабилитационном центре и был у нас один молодой человек, огненный и горящий, он читался много книг, и когда братья заболели, они на что начали кричать? Ах, вы грешники! Да вы решились, где вера ваша маловеры? И вот это он ходил им... А братья лежат, поко, там 39, температура, грим. Заболели братья. И он ходил, ха-ха-ха, я вам говорил, я правильный и святой. Через три дня наш правильный и святой стынет. И тут что-то... Заразили его грешники. Да, он начал кричать, это вы виноваты. А я ему говорю, подожди. Где же вера твоя? Мне вера достаточно! Говорит, так давай, встань и иди! Он говорит, плохо мне. Потом прошел несколько людьми, и вы знаете, что, вдруг я прихожу, человек приходит радикальным измененым. Говорит, ты знаешь, я вдруг понял, оказывается, мы столько работали, мы просто были в паханине, что у нас не было времени остановиться и вспомнили про Бога. Утром встали, быстренько на работу, на работе быстренько, это назад, потом то, 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 и какой Бог уже? Надо срочно реплицизационно, надо поднимать деньги, потому что надо реабилитация. Ну там, проповедь поставили, поспали, поспали под проповедь, как положено, встали, пошли дальше. И Богу надо было милость оказать, дать нам заболеть, чтобы мы остановились и вспомнили, кто мы такие, и куда мы идем. Я тебе, за это время болезни так хорошо отдохнул, опечатал Писание, молился. Я вот, знаете, посмотрел, вот другая грань исцеления, болезнь. Понимаете? А страдающий потю перестает решить. Господи, билета, билета, не хочу. Послушайте, мы говорим, мы хотим сделать видимым невидимого Бога. А он не будет невидимым. Он может проявлять себя, он может проявлять свою силу, свои качества. Он сделался видимым через нас. Ну, мы, да, он может сделаться видимым через нас. Но когда мы начинаем проявляться для Него, тогда наступают проблемы. Почему? Потому что, как мы молимся? Господь, извини, пожалуйста, оно получилось так. Ну, прости меня. Я не слышал такого. Господь, грешник я. Нравится грешить? Помоги мне. Ну, Господи, ну, ты же сам понимаешь. Хочу быть святым, и грешу. Ну, вот, пытайся. Ну, я не молюсь так. И когда я читал Филиппа Янсела, если он очень хороший, отмитый разочарование Богу, он приводит к этому мер. Он говорит, я когда начал молиться перед Богом, что Бог, на самом деле, мне нравится грешить? Мне нравится это делать. Ну, это противно. Помоги мне. Он говорит, я вдруг увидел, как невидимый Бог, начал проявляться в моей жизни. Я вдруг увидел силу, которая помогла мне противостать. То, что произошло с и драгами, и драгами, а где надо. Вы поймите, их ставят перед смертью и дают уже более, то, что он рассказывал, это хорошо. Был бедным, стал богатым, а тут уже смерть, стопроцентная смерть. И такая людненькая, ну, ладненькая, ребят, согласитесь, и этого не будет. И они принимают решение верить к Богу. И что мы видим дальше? А дальше мы видим славу у Божьей. Их кидает в раскаленную печь, те, кто кидает, погибают, а они ходят в огне. Они ходят в огне, и написано, что И увидел, говорит, не трех ли мы кинули, а там четверо будет. И Господь Бог является. Бог является. История, и последняя история, и мы продолжим. В концлагере Цекхаузен была заключена одна еврейская девушка, девушка, которая верила в Мишуа. Она была из Голландии. Я не помню, как ее звали. Валя. И вот она умудрилась ввести дневник в концлагере. И после войны этот дневник опубликовал кто-то. И она пишет, вы подумайте, это концлагерь, конденционный лагерь, люди умирают. расстрелы, сжигания. И она ходит и говорит, Господи, Господи, как ты благ. Я нашла место покоя в душе своей. В любой, вот понимаете, то есть, вроде бы кажется сумасшествие, вроде бы кажется все плохо, а она нашла покой, она нашла радость в Боге, в этом аду. и самое интересное, что люди вокруг нее шли к ней, потому что они видели вот это проявление Божьей любви, они видели вот это непередаваемое блаженство, которое исходило через нее, Бог, который проявлял, ее называли матерью-утешительницей, потому что к ней приходили все, католики, православные, бактисты, неверующие, коммунисты, приходили атодоксальные евреи, и все находили покой. Почему? Потому что она ее убрила, она нашла Бога, Бог дал ей вот это сверхъестественное и когда был момент очень интересный, ее, она, должны были убить ее какого-то родного, девушку, которая была рядом с ней, и она поменялась с ними местами. Она решила пойти, чтобы она осталась жива, она поменяла эти номера, и когда их ввели на место расстрела, почему-то офицер решил отменить расстрел. Просто он не шел и там они будут сегодня их расстреливать, а идите назад. И они ушли назад, а на следующий день уже не было этого. И вот эти все люди остались живы благодаря тому, что она пошла. Понимаете, как Бог сделал великое дело? Просто для человека, который смирился, нашел его. И это важно, потому что в жизни каждого из нас есть такие моменты. Но если мы будем смотреть на все вот это из позиции, знаете, пробовал, знаю, плавал, все знаю, не получится ничего. Бог сверхъестественен. Мы все время выставляем Бога заскопки. Мы выставляем за Бога заскопки наших отношений, за нашу веру. Я говорю, потому что я сам такой, я такой, как вы. Я такой же, как и вы. И я тоже нуждаюсь в том, чтобы обрести вот этот покой. в Боге успокаивается душа моя. Так говорит Господь. Пойду в долины смертной тени, и ты там. Ты проводишь меня. Я иду и нахожу источники жизни. Я верю, что каждый из нас, верующий Нового Завета, еврей или не еврей, может войти именно в этот покой. Трудно это? Я думаю, трудно. Но мы продолжим. Итак, почему же все-таки книга Даниила Анималтасара или Ессерия Легатаса? Я вообще-то не доковорил с вашего позволения. Господин профессор. О командном подходе. Интересно, что это касательно этого? Да, безусловно. Я же не в отрыве от производства. Так я поэтому и направляю, чтобы мы не забывали об этом. Командный подход. Если братья распределяют большую тему, глобальную и очень важную, и каждый исследует Писание и молится по какому-то конкретному аспекту, к примеру, аспектов много, вот действительно, откуда появляются болезни, что это такое, кто их сотворил. Валик правильно сказал, у нас очень часто бывает неверный, опять же, неверный подход к вопросу зла. Что такое зло, откуда оно берется? Есть свет, есть тьма. Откуда берется тьма? Отсутствие света. Есть благословение Божие, откуда берутся проклятия? Отсутствие благословений. то есть, не через отрицание чего-то. Это также мы проводили семинар по молитве против антисемитизма и нацизма, и честно, я не согласен с такой постановкой вопроса. Не против чего-то, а за утверждение Божьей благости, Божьей милости, Божьего просвещения в этих вопросах, потому что где нет Божьего света, святое место пустое не бывает. И Ишуа говорит, что если вы духа беса изгнали, духа злого, а хата пустая осталась, чистая, но пустая, если мы молимся против антисемитизма и нацизма, оно ушло, но место пусто. Вы понимаете, что надо наполнить это Божьим светом, и это в первую очередь. Не надо молиться против, надо молиться за утверждение Божьего взгляда, Божьей милости, Божьего Божьего Слова. Это не подход отрицания, это подход утверждения. И даже за разрушение всего того, что было построено. За разрушение Божьих твердынь. Безбожьих твердынь, да, совершенно верно. То есть аспекты в вопросах исцеления есть разные. И если каждый из братьев возьмет какой-то один аспект и исследует по Писанию, и подготовит кратенький доклад на эту тему, значит, соберутся братья, каждый скинется, кто что набрал, и Слово Божьего обсудят, ответственные координируют эти вещи, но это все именно в братской любви по согласию. И извините, если мы приводим аргументы Писания, то кто станет спорить, понимаете? И в результате это будет коллективный труд, коллективное учение. Если оно окажется эффективным и полезным, кому слава за это? всемогущему Богу, который дал нам мудрость вот это все собрать вместе, понимаете? Значит, и ни один из них не сможет сказать, это я, это мое, понимаете? Во-первых, это убирает основание для какой-то гордости, и это дает более комплексный взгляд на вопрос, освященный Писанием. И я вам скажу, что, ну, я хочу, чтобы оно так было. Вот сейчас вот у нас тоже что-то подобное, и мне нравится, когда мы смотрим с разных сторон. Для чего Бог человеку дал два глаза? Не один. Можно же было одним обозревать? Как циклон. Смотрите, в принципе, достаточно было бы, чтобы увидеть этот мир, и даже в красках. Вопрос в том, что благодаря двум глазам мы видим объем, мы определяем расстояние. одним глазом мы не увидим ни объема, ни расстояния до предмета. И знаете, даже такой тест подтверждающий, когда берется спичечный коробок, две спички в боковинки втыкаются, а третья как перекладина, ставится на пол и стреляется. И человек должен встать перед этим коробком, вот так выставить руку, и одним глазом только смотрит, медленно должен опускаться до того момента, когда он думает, что он уже готов выбить эту спичку. Чаще всего человек промахивается, потому что одним глазом невозможно определить расстояние. Поэтому Бог, во-первых, дал человеку два глаза, во-вторых, человека представил двумя сущностями, мужчиной и женщиной. И именно комплексный взгляд на вопрос, а это говорит о том, что муж и жена должны советоваться в принятии решений. Когда касается служения, братья должны собираться обсуждать, молиться вместе и принимать комплексное коллективное решение. И это очень классно. И Даниил со своими друзьями, они нам показывают пример в этом. Именно командного служения, где, чтобы вы понимали, командное служение это служение тела, это не служение личности, это служение тела. Тело это мы все вместе. Тут тоже кстати уместно вспомнить очень часто в христианских кругах звучит такое я храм божий и дух божий живет во мне. Я прошу прощения, если я храм, а он что? Он тоже храм. Он не строит как храм. понимаете, если я храм, я не могу тогда отрицать, если я утверждаю на такой постановке вопроса, значит, я должен согласиться, что каждый из вас храм, и в каждом из вас живет Дух Святой. Но тогда извините, сколько храмов, сколько жертвенников, храм всегда один, Бог всегда один, Дух всегда один, и Писание всегда говорит, вы храм, не ты храм, а вы храм. мы должны обращать внимание на такую постановку вопроса. Я скажу еще одно свое такое интересное наблюдение. Молитва за любую проблему, за исцеление в частности. Может помолиться один человек, и приходит исцеление, а может не приходит. Но когда молитва происходит в домашней группе, или в собрании, результаты они всегда приходят быстрее, они более яркие, более явные. Это мое наблюдение. Я вам скажу в чем разница. Служение личности или служение тела. Я вижу, что Бог призвал нас быть в теле. Новый договор заключен с народом. Мы являемся участниками этого договора только тогда, когда мы являемся частью тела. То есть это печальная новость для многих людей, которые думают, что они верующие, они в завете, но собрание им не нужно, потому что они Библию могут дома почитать и могут помолиться сами. Вне тела спасения нет. Вне тела завета нет. И поэтому этот пример, который показывает нам Даниил со своими друзьями, это пример достойного подражания. Служение в теле, жизнь в теле, все, что нам необходимо для жизни в теле. Командное служение это то, чего ожидает Господь. Он говорит, да будут едины, как мы с тобой едины. Понимаете, не служение одиночек. Я вам скажу, 81-й псалом тоже очень остро поднимает эту проблему. Там, где говорится, стал Бог в сонные богов, среди богов произнос. Элогим к Элям а говорит к Элогим Я сказал вы боги сыны Всевышнего все вы. То есть Бог обличает свой народ в том, что каждый тянет одеяло на себя. Каждый думает только о себе. Хотя призвано быть единым, быть Элогим здесь на земле. Это то, что мы видим в Новом Завете раскрывается. Мы тело Мессии. И тело Мессии это всегда командное служение. Хотя Бог может поднимать кого-то, но мы должны понимать, что этот кто-то никогда не состоится без команды. Если он будет один и не будет опираться на команду, он рано или поздно упадет. Это мы должны осознавать и понимать. А можно пытать? После секундочку я просто хотел дать комментарий легкий. Если мы посмотрим на послание апостола Павла Рабашу мы можем увидеть, что пятигранное служение так называемого апостола, пророк, евангелист, учитель и пастор. Хотя это лишь мог бы пастор и учитель в одном. Следуя грамматике теса. Вы понимаете, для чего эти дары? Для созидания тела. Для созидания тела. И каждый этот дар сам по себе уникален. Но только в команде может произойти это созидание в полноте. Потому что каждый дар имеет определенную грань, определенный участок. понимаете, как мы хотим? Боже, я хочу быть пророком. Боже, сделай меня пророком. Я хочу знать, что ты говоришь, Господь. А Бог говорит, молись о том даре, которое есть в тебе. Я изначально заложу в тебя то, что я хочу. То, в чем ты будешь успешен. И все вместе мы можем сделать исполнить мою волю. Вы исполните мою волю. Да будет воля твоя на земле как на небе. чаще это происходит и будет воля моя как моя. А если она не соответствует моей воле, Господь, ты ли это? Но в реальности, если мы посмотрим вот это правило подотчетности, седрах, недрах и обвиняем, мы посмотрим, они были едины и они шли вместе в одном. И вот описание говорит, да будет среди вас все одно, едино. это не означает, что все должно быть одинаково. Это сложное разноплановое единство, разные мысли, но должно быть разномыслие между нами. Но не должно быть такого, что знаете, у нас есть то, что святые одиночки, как ты правильно заметил, что пророк он не может служить. Кому он будет служить пророк? Его функция какая? наставлять и обречать общину. А если ее нету, кого будет наставлять и обречать? Самого себя? Кого будет учить учитель, если не община? Но опять же, учитель нуждается в коррекции. Поэтому должен быть пастор, которому надо быть послушным. Надо быть послушным. И должен быть пастор, который тоже должен быть подотчетным. У нас взаимоскрепляющие связи в теле мессии. Вот эта важность, которая была потеряна, важность, которую дьявол, что делает дьявол? Он пытается разрушить связи. Возьмите сильному воину, сильному спортсмену, перережьте связки. Он что-то сделает со своей силой. Да ничего не сделает. То же самое происходит в теле мессии. Дьявол просто вносит ложь и разрушает эти связи. И у нас появляется группа независимых пророков. У нас появляется группа независимых учителей. Что у нас показалось? Хорошо. Я на себя помню. Идея в том, что я так помню, попадал в такие ситуации, когда меня пригласили, у нас есть истинная группа, которая знает будущее. И мы пришли на истинную группу. Это было 15 человек, и все, что они делали, пророчествовали друг это в течение года. Как у них были проблемы, так у них и остались проблемы. Но у каждого из них вероятно мог быть дар для кого-то другого. И то слово, которое давало бы им Бог, меняло бы отношения, меняло бы полностью все. Понимаете? И вот этот урок седрахами, драхой, обдинадой, Даниила, вот на него нужно присмотреться. Единство во многообразии. И служение дарами. И именно теми дарами, которые Бог вожил. Потому что помните, он дал мудрость в 10 раз, правильно? А что он дал Аданиилу? Аданиилу он еще дал знать тайны и сверх десяти добавил что-то. И никто из этих братьев не устраивал Демарши, Бог, как ты посмел, почему это ты ему дал больше? То есть каждый уважал и ценил дар другого. Вот это знаете, нам не хватает порой в теле Мессии вот этого уважения к дару другого человека. У нас есть ранг. Апостол это ого-го, пастор. Ну, пастор нормальный. А евангелист, ну, чуть ниже учителя, апостол, пророк выше, конечно. Как правило, никто не видит, он где-то всегда ездит. А я хочу спросить, скажите, пожалуйста, а кем был Стефан? Кем был Стефан, первый мученик христианской церкви? Это вопрос из-за. Диаконом. А я прошу прощения. Он был диаконом. Чем ему была работа заключалась? Раздавать пищи. Все, там не написано, его была задача еще евангелизировать, ходить по синагогам, вести дискуссии. Он делал свое дело. Он умел совмещать полезные с приятными. Но что мы видим? Он обладал мудростью, и через него великие чудеса и знамения. Почему? Он служил своим даром. Этот дар высвобождался. Потому что к нему приходили женщины больные или мужчины, он молился за них, они исцелялись. А он что делать? Он кушать им давал. Приходили кто-то другой, начинал с ним спор. Он отвечал. И просто Бог давал мудрость и побеждал. А другие смотрели на него и говорили вау, мы тоже так хотим. Чем закончил степок? Хотите камнями чтобы побили? Нет. Мы же считаем как должно быть успешное служение. Самолет, телевизор, банковский счет и я весь в уважении. Самолет не должен паться. И белый френч говорит наш уважаемый брат. Не получится так. Послушайте Бог говорит если не желаете за мной будете молиться. вам не получится брат а теперь вопрос извините. Сьогодні дуже багато вирующих пішли з громад з церков и объединялися в якісь домашні группи в которых нараховується там від 3 до 30 человек ну и відповідно вони вважають що вони праві бо вони не одиночки бо их много и у них домашняя церковь я бы хотел чтобы порадить как им показывать четко это по писанию или не хотели записать материал для таких наших братьев и сестр которые считают что они виконавцы писания и они с Богом прой ясен довольно больной скажем так ч он немцев 13 кто-то из нас в свое время несколько причин вообще люди и достаточно, скажем так, распространенная. А когда я покаялся, я сейчас, ну, с личного примера, хорошо, когда я покаялся, меня очень сильно захватило вот, все, что связано тогда с прославлением, я помню, стоял, руки поднимал, танцевал, орал до хрипоты. И однажды я посмотрел, откаялся в большой церкви, две с половиной тысячи в одном единодушии, славят Бога, это так захватываешь. А я стоял всегда, людям, на балконе, там лучше видно, лучше слышно. И я пришел раньше. Ну, вот в этот раз я пришел раньше, как в этой истории. Они множество раз ходили все на голову, но однажды они увидели его, сидящим у красных ворот. А я однажды увидел вот, скажу, как есть, как чувствовал, скажу, как чувствовал, вот эту возню, кто сидит на первых рядах. И там вот это вот, кто-то пришел, его пересаживают, нет, нет, это занято, это вот градация. И у меня вот внутреннее негодование, но Бог не лицеприятен. Можем сказать аминь. Да, мы все, независимо от того, кто мы и что мы, мы все перед ним равны. Потому что мы творение, он творец. А здесь какое-то такое разворачивается кино, но мне не совсем понятно, и как человеку, имеющему характер весьма не, не то, что не стандартный, а не формальный, то есть какие-то формальности меня всегда немного напрягают. Хотя, конечно же, я придерживаюсь каких-то формальностей. Невозможно быть на 100% неформальным. И я чувствую такая волна возмущения во мне. Такой вот поиск справедливости. Вау! Ну справедливость я? А он говорит, я слышу вот в разуме такой спокойный голос. Сынок, ты зачем тебе пришел? А я говорю, ну так же в разуме. Я понимаю, что со мной сейчас говорит Бог. У меня как-то с этим не было. Я там, а, надо к психиатру бежать, я слышу голоса. Нет, нет, все хорошо. Я знаю, что со мной говорит Бог сейчас. Тот, который вновь пришел. Я ему так же в разуме отвечаю. Навстречу с тобой тебе поклониться. Вот этим и займись. На людей не смотри. Это было 19 лет назад. Я помню это до сегодняшнего дня. Очень хорошо. И это очень важный момент. Потому что, как только ты глянешь на человека, ты подвергаешь себя вот этой вот опасности. И она может быть смертельной. Реально. Смертельной как духовной, смертельной как физически. Обращая чрезмерное внимание на человека, в конечном итоге, скорее всего, процентов 90 ты преткнешься. Преткновение может быть какое угодно. Ты преткнешься от него. И следствием преткновения об одного, ты преткнешься от всех. Потому что ты вдруг поймешь, собрание, в которое ты ходишь, состоит из человеков, совершенно несовершенных, каждого со своими проблемами. Я задаю, иногда я задаю вопрос, что надо делать для того, чтобы не разочаровываться? Кто-то может так? Нет, не очаровывается. Голливуя сказал. Верите? Очень редко отвечают. Когда ты говоришь, всего-навсего не очаровывайся. Тем, кого ты видишь, пойми, что перед тобой такое же, как и ты. В нем столько же недостатков, как и в тебе. В нем столько же достатков, как тебе. И через него Бог проявится, так же, как и через тебя. Или не проявится. Это такой же человек. Поэтому, будь добр, восприними его адекватно, таким он, как есть. И если вы называетесь братьями и сестрой, пожалуйста, прими ему со всем этим, сердце свое. А если не получается, попроси всемому счету, чтобы он дал тебе любовь. Ту самую, братолюбивую любовь, которая позволит тебе воспринимать его в полноте. А не сначала мы видим, вам какой супер. А у супера начинают вылазить какие-то бугры, то там, то здесь. Это уже совсем не супер. И мы начинаем идти по пути предкновения. И следствие предкновения мы оставляем наше собрание. И Писание нам говорит, не оставляйте собраний ваших, как есть обыкновения у некоторых. Не оставляйте. Потому что, может быть, вот эта хорошая пословица, ее в Писании нет, но она, я думаю, имеет место быть в нашей полупрактике рождения с Богом. Хочешь отменить мир? Начни с себя. Просто начни с себя. И однажды, в связи с этим, все, что я сказал, однажды мне подарил родной брат ну просто неимоверно драгоценное высказывание. И оно стало частью моей. Оно звучит так. Неважно, любят ли тебя в твоей общине. Важно, любишь ли ты. Понимаете? Неважно, любят ли тебя туда, куда ты приходишь. Важно, любишь ли ты это собрание. Считаешь ли ты его своим домом? Считаешь ли ты это собрание не организацией, а своей духовной семьей? Считаешь ли ты сидящих в этом собрании с твоими братьями и сестрами? Родственниками? Не по крови родства, а по крови Христовой, которые узы, намного выше, так говорит Писание, чем кров родни. И это в корне меняет вообще твою жизнь и твою деятельность в твоей общине. И когда это прозвучало во мне, ну мне это было донесено, я вдруг понял, вау, прикинь, а я же думаю, когда же меня полюбят, когда же меня полюбят, когда же меня полюбят, когда меня оценят. А потом, ты читаешь в плечах, ну, хочешь бы иметь друзей, будь дружелюбим. Все знаете это место Писания? Ну и каждый думает дружелюбим. Это вот, знаете, такая вот навязчивая забота, навязчивое внимание. Я вот так проявляю дружелюбие. А на самом деле нет. Дружелюбие это тоже может быть, иметь какую-то часть дружбы, но на самом деле нет. Дружелюбие это когда вот совершенно незнакомый тебе человек, мне говорят, что такое дружба? Это когда совершенно незнакомый мне человек стал мне родным. Нас не связывает родство кровное. Мы не бы, мы даже поеном, наверное, не родня. Но он стал родня. И это в отношении общины. И это в отношении общины. И тогда возникает вопрос, не что она мне может дать, а что я ей могу дать. Исходя из того, что у меня есть. И когда человек вот так начинает смотреть на то место, куда его привел Бог, на ту семью, куда он его определил, многое начинает меняться. Вы знаете, это одна из самых любимых моих тем, и я говорю такую фразу, предупреждаю сразу, это не превозношение, не хвастовство, это констатация факта, и нас таких, у нас в общине таких все. Реально все. Почему, сейчас вы поймете. Я говорю так, я любимчик своей общины. Когда мы слышим подобную фразу, кажется, все остальные не любимчики. Нет, я только что сказал, у нас такие все. У нас все любимчики в общине. И те, кто приходит по новой, мы их учим стать такими же это важный момент, которых покрывают. Носите времена друг друга и покрывайте неблаговидное ближнего своего своим благовидным. Заботьтесь друг о друге. А громада называется татвы зайчики. Громада называется семья Борщик. И результат. Татвы левы. Нет, послушайте, искры летят. Давайте так, без иллюзий. Мы же говорим, совершенных нет. Искры летят. Скандалы бывают. Ссоры и обиды. Но происходит вот этот путь исцеления, примирения и восстановления, он намного быстрее. Намного быстрее. Есть какие-то вещи, требующие времени, но точно знаю, что если бы всего не происходило, было бы намного быстрее. Я сегодня верю в часть служения с некоторыми людьми, которых я когда-то не воспринимал. И Бог исцелил. Вообще просто. Что-то действует. Раз, а у нас классные братские отношения. Верите? Я не просиживаю штаны и время у них в доме. И они тоже самое у меня. Более того, мы можем встретиться раз в две недели. Если вам кто-то сказал, что общение друг с другом это залог ваших дружеских отношений, я вам скажу, что это верно лишь от части. И части весьма небольшой. в моей жизни есть друг, с которым я дружу с 15 лет. Это немало немного 35. Кто-то имеет друга 35 лет? И я из этих 35 лет 22 года я с ним не общаюсь. Поэтому и не общаюсь. он этим летом выдал замуж свою старшую дочь в Киеве. Откуда я знаю? Нет, не по фотографии. Откуда я знаю? Я работаю в Киеве. Я этим летом еще работал в Киеве. Звонил ко телефону. Я восстановил телефон. Да, какой-то процесс. Ты восстановил телефон. О, Игорь звонит. Класс. Он мне звонит и говорит привет братанчик. Я а где ты? Я говорю метро выдубичи в этом районе. Говорит слушай давай я сейчас подъеду. А ты что в Киеве? Да, а чего? Ты к дочке приехал. У него дочка работает в Киеве. А бы он закончил юридически и работает в Блистном Киеве. Я говорю класс подъезжай минут и он подъезжает. И вот вы знаете мы встречаемся. Промежуток между встречей и встречей порядка это было 19 а встречались в 2008 11 лет. Не виделись. 11 лет не виделись. Вот мы встречаемся а этих 11 лет их нет. Их просто нет. Они просто стерты. Такое ощущение что мы виделись на прошлой неделе. Мы встретились через 11 лет. Он не рассказывает о своей жизни. пережил пожар. Он говорит какие-то фразы такие. Я понимаю что передо мной человек открывает сердце свое. Это мой близкий друг. Я даю ему слово. Получаю слово утешение. говорю ему. А он такой ярко выраженный мужик. Вот я сколько его знаю он так воспитает. Я выраженный мужик. Причем не то что там я сказал. Он делает вообще все. Но для меня даже в этом пример всегда был. И ему послушай твой мужской мир со всеми твоими переживаниями твой мужской мир не рухнул. Игорь брат послушай твой мужской мир возле есть. Не то что ты явил его в каких-то материальных вещах. Он у тебя всегда с собой. Ты такой ты по сути такой. Поэтому все хорошо. И он мне говорит два взрослых мужика слева. Он говорит слушай братан я тебя так люблю. А я говорю 22 года тишины. А мы продолжаем друг друга любить. Ну как друзья, как братья. Дружба стала зрелией. Она стала глубже. И его переживания, когда он недели, занялся моими переживаниями. говорит ладно мне пора надо ехать мне попасть на Черниговскую. Давай тебя пройду. Мы спускаемся в метро. Он покупает жетон. Мы обнимаемся. Он не верующий. Он знает, что я верующий. Он как-то по-своему. Они как все. Главное Бог в душе. Он из таких. Мы обнимаемся. А знаете Писание говорит приветствуйте братья друг друга предоставить его обзанию. И мы целуемся. Но не как в губы как брежнев по-прежнему в щеки. Оборачивайся. Там патруль стоит. Они такие чик на нас. Я начинаю ржать. И мы прощаемся. вот смотрите сегодня 2020 год. Мы уже около 9 месяцев не созваниваемся. Я ему написал видел фотки твоей свадьбы твоей девочке. Класс. Поздравляю тебя. Пока вот все. Поэтому дружба это когда вот он в сердце пьет. Не в ушах. Не в разуме. Не чайку вместе пьете или едите. И братство точно так. И Бог меня в этом дружелюбии повел немножко дальше. Этот принцип он раскрыл на индивидуальном уровне. Он звучит так. Хочешь быть любимым? Люби сам. По другому не будет. Просто не будет. Потому что две заповеди. В которых и законные пророки. Они о любви. Причем возлюби Бога и возлюби не там написано дождись пока Бог полюбит тебя или дождись когда тебя полюбит ближний твой. Нет там же не так написано. Правда? Ты это должен сделать. Поэтому когда это место дом моего отца и это место моя семья и как я могу быть полезным для моей семьи потому что я ее люблю человека практически полностью предостерегает и защищает от таких вещей они разбегаются потом сходятся потом они находят то о чем вы говорите потом они находят несовершенства друг к другу они опять разбегаются опять где-то сходятся этот процесс у них деление соединения как у молекул бесконечен смысл никакого пока не остановится а смысла никакого поэтому для того чтобы люди прекратили так поступать им надо в корне изменить взгляд на то собрание куда они приходят с эгоцентризма переключить на общество потому что когда я хочу чтобы меня любили и мы тешим свое эго а когда я хочу любить знаете это я хочу не только эго отдавать отдавать себя отдавать себя и это очень важно и тогда климат самой общины он тоже начинает меняться он не может не меняться и тебе говорят слушай а вас так классно у вас реально так классно вы что семья а ты такой ну господи знал бы ты что у нас все есть знал бы ты нашу кухню утром и такое тоже бывает где мои тапочки кто выпил мой кофе резюме резюме без иллюзии ребят реально без иллюзии но это классный путь и я когда вечером да вспоминал мне когда-то Бог дал я поздравлял одного брата с днем рождения и он мне дал стих я его честно не помню но помню последних несколько срок которые вот они остались они звучат так и ты иди дорогой этой и ты идем путем любви и ты узнаешь ты увидишь друзьями могут быть враги и это так и да а еще интересно знаете что вот сейчас просто закинул насчет врагов друзьями могут быть враги если мы посмотрим на книгу Даниила то Даниил был в плену Даниил был в плену мы посмотрим отношение к нему царя когда помните его поймали на его слове и кинули в ливиный рог мне кажется что больше всего беспокоился не Даниил а царь и он приходит он ночь написанную не спал он прибегает к этому утреннему и к этому льву и говорит Даниил сын бога живого спас тебя твой львов не он там же еще и опечалился что его уловили в его же словах и что ему придется таки Даниила поместить в этот рог понимаете кто делает врага кто делает врагов ближнего дьявол послушайте дьявол берет человека и переобразовывает его в противостояние дьявол это противостоящий сатана тот кто противостоит он просто берет человека и противопоставляет и ты смотришь на человека и ты видишь в нём все то что есть в тебе негативные ты видишь в человеке то что мешает тебе лично ты смотришь ух ты какой эгоцентричный а в зеркало забыл посмотреть посмотри в зеркало и потом наступает момент Бог делает из врага тебе друга каким образом то что мы говорили вчера про любовь Божья любовь она соединяет она снимает вот эти шоры и ты вдруг смотришь а это же корнили это не просто римский сотник захвачен это человек который любит Израиль который служит и раз и ты уже становишься близким другом с этим человеком а все смотрят ух тебе повезло такого друга иметь ага вот это ты если бы тебе его не было ты бы не был бы успешным да нет если посмотреть на жизнь Даниила это была жизнь любви и поэтому я говорю что сегодня был вопрос почему Эсфи и почему Даниил Даниила назвали Балтасар вообще но книга называется книга Даниила а если мы возьмем книгу Исфир то ее звали Гадаса а почему то назвали Исфир что такое Исфир два имени еврейское и не еврейское только в одном случае книга называется еврейским а в другом случае не еврейским и при том при том что в первом случае мы знаем что это Гадаса а в втором случае мы видим что его заставили носить это имя Балтасар но сущность его выражается в том что он даже в этом окружении он находит друзей он делает врагов друзьями он проявляет Божью любовь и люди начинают видеть Бога в его жизни помните да что что происходит он говорит поклоняться Богу у кого Даниила и смотрим дальше книга Эстер книга Исфир та же еврейская еврей те же евреи в то же самое время и Мардыхай дядя Исфири говорит не называйся Еврей понятно что мы не знаем какие были причины но послушайте Мардыхай тоже не был последним человеком Мардыхай был известен кем у ворот я не думал что он играл в сборную Персии по футболу вы знаете у ворот это был судья это был человек обладающий силой власть это был чиновник крупный и мы уже говорили что к евреям в Лавионе в Медиаперсии не так уже плохо относились у них были права им было разрешено поклоняться Богу и даже наступил момент когда царь Кир сказал идите в Иерусалим и восстанавливайте храм он сказал и другим это но мы видим конкретно идите и денег возьмите то что мы вас забрали мы вам вернем и что из Израиля в Израиль строить храм нет сколько витя ушло 42 350 точнее это те то что дошли вышло около 51 тысячи а дошло 42 350 человек и это и эта группа в писании называется весь Израиль и вы видите как работает команда сейчас я честно не помню эти цифры Витя помню он подсказал картина восполнилась понимаете вот так работает команда и вот получается дальше что мы видим мы видим что происходит происходит то что Бог делает все возможное чтобы евреи Гаута вернулись назад но что происходит ничего они остаются царицей становится еврейская девочка ее дядя спасает царя от смерти а они сидят в своем Гауте держатся за это все и не хотят выходить и что написано в третьем веке и после сего поднял Бог Амана ну не Бог а царь Амана возвысил он поднял Амана после того как еврейский народ получил определенные лечебьи власти отрезался использовать их для достижения Божьих целей а достигать начал свои цели и мы говорили недавно была у нас передача и мы говорили о том что есть такое понимание что ты живешь вот здесь как бы определенное время или как когда народ был депортирован скажем так иудейский народ в Израиль в Вавилон я говорил что это происходило в несколько этапов так вот первые три этапа еще оставалась надежда что плен будет коротким что мы рано или поздно вернемся нас же не убили мы живы и условия нормальные нас не заставляют трудиться рабским трудом потому что вавилонское рабство оно принципиально отличалось от египетского если в египетском рабстве они были вообще не хозяева сами себе и своему времени то в Вавилоне они были собственно хозяева сами себе у них был свой бизнес и пророк Иеремия приходит нужно понимать этот момент когда храм был разрушен Иерусалим был разрушен и народ был разрушен Иеремия утешает народ Словом Божьим и говорит сажайте виноградники сажайте сады возделывайте землю стройте дома выдавайте дочерей замуж жените сыновей а я через семьдесят лет приду навещу вас и выведу вас отсюда то есть ну всякая надежда на возвращение в родную землю у тех кто тогда собственно то есть нужно понимать вот есть дети подростки взрослые и старики и обычно вот именно взрослая вот эта прослойка она и рулит всеми делами в общине в жизни нации значит и вот у тех кто были взрослыми у них полностью рухнула надежда на возвращение домой они поняли что это дело наших детей наших внуков но не наши и они и бог говорит делайте это ну вот интересная идея в этом проскальзывает которую мы должны понять она актуальна и здесь сейчас для нас бог говорит живите так как будто вы здесь навсегда но не забывайте что я приду и заберу вас отсюда то есть мы в этом мире должны жить на сто процентов так как будто мы здесь будем всегда но мы не должны забывать о том что и шо придет и заберет нас из этого мира собственно для того чтобы решить основную проблему этого мира проблему греха на национально скажем так глобальном уровне окончательно и и это собственно важно интересно что потом когда пришло время детей и внуков возвращаться они не помнили уже того что было там они уже заквасились вавилоном и когда надо было возвращаться семьдесят лет спустя они уже они думали а что там нас ждет здесь у нас все хорошо зачем нам туда идти и откликнулись немногие причем из тех кто откликнулись как я уже сказал не все дошли а из тех кто дошли не все взялись за работу потому что писание нам говорит что были люди это были богатые обеспеченные люди значит они не хотели участвовать в общественных работах для них это было чем-то ниже их царского достоинства понимаете и мы видим как Немя обличает их и вот собственно такая вот картина и мы можем увидеть смотрите сравнивая историю Даниила и историю Эстер в иудейской традиции история описанная в свитке Эстер она называется периодом сокрытия Лика Всевышнего значит потому что там ни разу не упоминается Бог вообще то есть когда читаешь первоначальное ощущение что это просто события не связанные друг с другом набор каких-то фактов каких-то историй непонятно для чего но в конечном методе мы видим что за всем этим стоит Бог и Бог этим всем управляет и он все это инициировал вот эти вот разные элементы мозаики для того чтобы потом объединить в одну картину и смотрите Даниил он являет Даниил со своими друзьями они являются образом народа Божьего которые несмотря на окружающее обстоятельство продолжает быть верным завету с Господом тогда как история с Мордихаем и Эстер и народом который вот остался чтобы вы понимали это была именно та часть народа которая не откликнулась в это время восстанавливался храм восстанавливался Иерусалим понимаете а это группа которая решила что ну может мы деньгами поможем но сами участвовать не будем понимаете хорошо деньгами да неплохо но вы не забываете что может возникнуть определенная проблема очень параллель явная с тем что происходило перед холокостом когда уже начали начали подниматься вот эти сианистские идеи о том что надо евреям возвращаться в Эрес Исраэль и восстанавливать восстанавливать государство и были евреи которые говорили окей мы вам отстегнем езжайте и делайте а были те которые поехали которые там умирали но они восстанавливали знаете я помню я когда-то в Кишиневе общаясь со своей учительницей еврита она еврейка но она тогда еще не верила и я ей объясняю говорю послушай Библия говорит о том что будут гонения на евреев где бы они не находились очень жестокий поэтому говорю тебе надо в Израиль она говорит а что в Израиле я говорю а в Израиле будет еще хуже она так что же делать я говорю надо уверовать в Вишуа потому что я говорю ты же пойми что погибать будут и те и другие только одни будут умирать бессмысленной смертью не понимая а что же происходит а разве чего я умираю но другие которые будут умирать если будут умирать они будут умирать с сознанием того что они в завете с Господом и что эта смерть прославляет имя Творца понимаете Писание говорит они победили врага словом свидетельства ой кровью Агнца словом словом свидетельства и не возлюбили души своей даже до смерти то есть мы должны понимать что мы встали на тот путь который нас может привести и и гибели смотрите сетрах мисах обденага попали в печь были избавлены очень классную фразу они произвели они говорят царю говорят наш бог силен избавить нас от твоей руки но даже если он этого не сделает мы все равно будем продолжать быть верными понимаете и Даниил это Даниил с его друзьями это прообраз вот именно народа Божия который остается верен заветным отношениям несмотря ни на что Мордехай и Эстер это прообраз народа который заботится прежде всего о себе и о своем и как Ишоа говорит кто хочет спасти свою душу тот ее потеряет а кто готов потерять ее ради меня тот ее сбережет и Аман возвысился не просто так Аман возвысился именно потому что эта группа еврейского народа она отказалась исполнять Божье призвание и предназначение следовать тому пути ради которого собственно народ был создан и кстати вот момент один несколько раз тут цитировали одну фразу наставь юношу в начале пути и он не уклонится даже до сети в оригинале говорится наставь юношу в соответствии с его путем то есть не просто в начале пути дать какое-то воспитание образование а указать конкретный путь которому ему следовать а путь еврея или путь рожденного свыше человека какой путь господень творить суть и милость и научать этому своих детей и собственно всех тех кто попадает в наше окружение поэтому либо мы выбираем путь следования с господом либо мы выбираем путь жизни для себя да я верю да я читаю библию да я хожу в общину но как-то жизнь и действие божие проходит мимо меня мы должны каждый должен осознать собственно мы являемся сотрудниками богу или нет он сотворил человека изначально где-то чего-то не доделал эта идея выражается в таком еврейском вопросе почему если бог хочет чтобы евреи мужчины отличались от других мужчин и он заповедал обрезываться почему бы ему не сделать чудо чтобы еврейские мальчики уже рождались обрезанными ответ очень прост бог хочет чтобы мы поучаствовали в исправлении этого мира если мы не участвуем то кто и что тогда будет с этим миром если мы пренебрежем той возможностью которую открывает для нас бог то есть получается смотрите говорили вот сейчас о книге Даниила но при этом мы коснулись только множество аспектов знаете вот множество аспектов мы посмотрели опять же на воспитание мы посмотрели на нашу веру наше упование мы увидели некоторые опасности и знаете я советую вам изучать читать писание именно с такой позиции что бог ты хочешь сказать через это писание это раз а второй момент как не применять это практически потому что мы иногда смотрим на историю я очень люблю это выражение как на собрании каких-то старых ненужных фактов но писание четко говорит что это не писание говорит что люди забывающие свое прошлое решили мы имеем вернее дальнейшее пророчество поэтому то что я говорю сегодня все вместе мы говорили команды то что мы говорили сегодня почему именно книга и книга есть это божий взгляд предупреждение для нас чтобы первый момент как это правильно как это работает и второй момент чтобы мы увидели чего нам нужно опасаться то есть книга в библии названа книга книга посвященная буквально перевод посвященная богиня астарти хорошее название в библии священное писание да эстер это извините меня звезда а имя богини Иштар или эстер это звезда а мордок это а мордок это посвященный мордуку это не мы это еврейская энциклопедия простите меня нормально нормально иметь еврейское имя девочка ее зовут Гадаса но она называет себя посвященная богине астарти агадаса ива эмирт да мирт благоухающее растение вот смотрите как интересно бог дает нам имена бог дает нам свои имена это имена благоухающие а дьявол нам дает свои имена и очень часто мы принимаем дьявольское имя забывая что бог называет нас по другому имя это отображает сущность человека да писание говорит вы кто призваны быть детьми божьими да называться и быть детьми божьими называться и быть еще есть писание что бог откроет нам наши имена возле мирового престола помните то есть наши имена белый камень его имя новая судьба в боге у нас есть имена в боге бог смотрит на нас и он и знаете дьявол он как дает имя неудачник трус лентяй ну кто еще а почему может быть о красавец красавец эгоизм такой держи все все пойдешь по головам как в этой песне да бог что говорит а бог говорит кроткий смиренный нежный нежный тоже от бога знаете что еще говорит бог сын любимый любимая дочь это говорит бог это божьи имена с чем мы согласимся сегодня даниил он согласился с богом и поэтому он остался даниилом несмотря на то место на то окружение где он находился он был всегда даниилом а девочки надо было пройти через что-то чтобы вернуться туда где она могла быть не проходя через вот эти испытания и поэтому сегодня очень важно нам в нашей жизни помнить кто мы помните мы должны помнить об этом и мы должны помнить что время оно заканчивается и у нас уже тоже и скоро у нас есть давайте мы сделаем быстренько блиц такой один вопрос каждому из нас у нас у каждого есть 5 минут 3 минуты у каждого у каждого у каждого у каждого у нас есть 3 минуты ну вот есть вопрос ответ хорошо все я буду следить за временем ты уверен что он может вчера мы долго не могли разобраться есть один вопрос это блиц у нас завершение уже все давайте у нас один блиц вопрос учитель 3 минуты вопрос к учителю 3 минуты вопрос ко мне 3 минуты все сейчас тогда надо будет конкурс проводить кто же будет вопросом пусть подернуться а если вот такое предложение звучит вопрос и каждый из нас поймал мы решим кто будет отвечать и каждый дает свой ответ если будет полчаса 3 минуты он будет 3 минуты все давайте а наш вопросник не пришел не, Наташа ну подождите а здесь вопрос к Виктору какой будет процент выхлопа у нас новозаветних верующих если у нас мы первое поколение ну собственно у нас есть преимущества у нас этот святой поэтому все в наших руках все в наших руках я вам скажу что можно понимать что свобода человека оставляет возможность выбирать поэтому мы часто видим такую проблему как дети верующих родителей эта проблема почему? родители они больше делают акцент на служении больше делают акцент на себе и забывают о детях дело в том что очень часто родители думают что это мои дети что хочу то и делаю на самом деле мы забываем что есть другой взгляд моя дочь она мне сестра во христе и я воспитывать ее должен как отец а я вам скажу что чтобы понять сердце отца нужно стать отцом я вам скажу что я реально больше начал понимать когда у меня родилась дочка вот были ночи когда у нее были колики когда формировалась пищеварительная система я каждую ночь ее на руках там так получилось я беру на руку я ее качаю успокаивается а если не успокаивается я ее начинаю подбрасывать к потолку и ловить и тогда она успокаивалась точно я не знаю от чего от страха или ей действительно легче становилась страх но она успокаивалась и нам легче становилась ну работала но вы же понимаете что всю ночь подбрасывать это тяжело это опасный синдром но слава богу господь милого Я вам скажу, каждую ночь я Богу задавал вопрос, неужели ты не можешь сказать слово, чтобы она успокоилась, чтобы у нее не болело. Для тебя это ничего не стоит. Я роптал, я предъявлял претензии Богу. Каждое утро, когда я шел на работу и говорил, господи, прости, но ночь была тяжелая, ты сам в курсе. И вы знаете, Бог однажды мне ответил, говорит, я могу сказать слово, но тогда у нее не сформируется пищеварительная система и она умрет. Ты этого хочешь? Почему? Ну, если он остановит процессы, вызывающие эту боль, что произойдет? Ребенок не заинтересован. Есть еще много других разных процессов. Одному брату тоже Бог ответил, он говорит, врачу, можно что-то сделать, чтобы она не кричала? Он говорит, почему? Она должна кричать, потому что если она будет кричать, у нее работаются легкие, она будет нормально отдышать. Это другая сторона вопроса. Суть в том, что есть какие-то процессы, которые дети проходят. И нам хочется, чтобы наши дети вышли на наш уровень, минуя весь тот путь, который прошли мы. Скажем так, я, будучи верующим, прошел путь 20 лет. Вот 5 марта будет ровно 20 лет, как я покаялся. И мне бы хотелось, чтобы в свои 14-16 лет она уже была такой же утвержденной, как и я. Я скажу, я могу на это повлиять, и я должен повлиять, поделившись с ней своим жизненным опытом и предупредив ее о каких-то вещах и чему-то ее научив, и наставив ее, наставив юношу в соответствии с его путем, а ее путь следовать за Господом. И я должен это дать. Выбор в любом случае за ней. И мне когда-то понравилось такое интересное сравнение. Родители, это как натягивающий лук и задающий цель для стрелы. Это время воспитания. Но приходит момент, когда ребенок отпущен, стрела летит в том направлении, которое мы задали, но мы уже не можем влиять. И вот в этом промежутке может быть сбой нашей программы. Но поверьте, это не сбой Божьей программы. Если мы со своей стороны сделаем все, что от нас зависит, Господь сделает. И откуда знаю, Писание говорит, что когда заповедуется празднование Шаббата, ой, не Шаббата, а Песока, Бог говорит, когда ты будешь совершать это служение, твой сын придет и спросит. Причем, что мы видим здесь? Родители верны заветними отношениями, исполняют все, что заповедано. И там не сказано, если вдруг он придет и спросит. Бог четко говорит, когда ты это будешь делать, у него обязательно появится интерес, он придет и спросит. И я скажу, что если мы в детстве посеем в наших детей то, что мы должны посеять, это обязательно вырастет. Оно может вырастить не тогда и не так, как нам хочется. Но наше дело сейчас наставлять и молиться, а потом молиться. И не раздражать наших детей. И тогда у нас есть шанс, что даже если они выберут не то, придет момент, когда Бог позаботится о том, чтобы они прошли определенные трудности и осознали, что все-таки с Господом лучше. Поэтому шансы у нас есть всегда. Наше дело делает то, что мы должны, а Господь делает то, что мы не в силах. Хорошо. И еще у нас есть вопросы. Вот так раз пришло про детей. У меня вопрос к Валентина. Вчера перед тем, как вышел сказать Валентин Казань, очень много было теплых и щирых слов сказано в его адресу, який он хороший служитель, який он хороший там, в миссионер и так далее, и так далее, и так далее. И я до него отношусь к Валентин Казань, хотя мало знаю его, потому что те люди, которые говорили про него, говорили добре. Ты встигаешь с детьми заниматься? Ты всюду, ты и там, и там, и в Питере. Ты знаешь, вопрос снижеколитый, ты знаешь, я скажу так, я тебе скажу честно, что есть проблемы, есть какие, есть в этом вопросе есть проблемы, и, как говорят у нас, мы их решаем. Проблема в том, что очень часто в наших жизнях, в наших общинах, мы становимся универсальными солдатами, мы становимся универсальными инструментами, мы закрываем все дыры, мы тащим кучу служений, да, и мы забываем основное служение, это служение семьи. И в моей жизни был такой, и знаешь, еще как бы, может, я и пребываю в таком периоде, когда это исправляется. То есть иногда вот этот вектор, как говорили, запускается стрела, и она очень трудно поменяться. Но то, что у него, вот ты летишь, и ты вот это чувство ответственности, я должен, я, это, это жертва, Господь. Но наступает момент, где Бог говорит, послушай, ты в жертву что приносишь? Знаешь, мне как меня спросили, но ведь Авраам сына своему жертву-то принес, и я понял, что мне Бог этого не сказал делать. Нет, тебя он об этом не просил. Он меня не просил об этом. И я вам хочу сказать, я люблю свою, у меня три дочери, я люблю своих детей, и я стараюсь все свое свободное время отдавать им. И я сейчас стараюсь оставлять какие-то служения, которые мешают, я вижу, что они просто не то что лишние, знаете, мы берем какие-то служения, и они мешают не только мне и моей семье, но они мешают другим людям расти. Потому что нужно научиться дивидировать все служения другим людям. Нужно научиться воспитывать, делать себе учеников. И, к сожалению, если вот эта традиция была нарушена, получается проблема вот это, что мы говорим, дети верующих родителей. Когда мальчик говорит, мой папа был служителем, детским служителем, он был папой для всех детей, но никогда не был моим папой. И получается картина, что это и есть такая проблема. Но если мы ищем Бога, если мы знаем Бога, если мы стучимся в двери к Нему, и действительно мы хотим услышать Его, Он будет указывать на эти вещи. Потому что Писание четко дает указание. То епископ пожелает, хорошего дела желает, но он кем должен быть? К мужем одной жены, и что? Содержащих судьбом в порядке, и что? И дети его должны быть примером. И вот то, что ты задал мне вопрос, я говорю честно, и я действительно каялся уже, и перед Богом каялся. У меня были моменты, когда служение, оно отрывало меня. Но еще есть семья, я хочу про себя понять, чтобы... Мы ведем работу. Да, мы ведем работу, но еще есть другое понимание, еще есть семья, есть жена. Но когда мы верующие, есть моменты, что жена понимает, что ты делаешь, и она покрывает тебя. Но это будет не всегда. Поэтому я хочу вам сказать, у меня прекрасные дети, у меня прекрасная жена, и я благодарен ей за ту жертву, которую она часто приносила, когда она, ну, вот просто отпускала меня, когда я был в служении, я там делал все правильно для Бога, но страдала моя семья. Но приходит время, и я верю, что Бог начинает работу в семьях. Бог поднимает сильную общину, состоящую из сильных семей. И когда мы научимся вот это делать, то, что говорил Виктор сегодня, говорил Артем, мы говорили о простом вещи, мы говорили о семье, об обучении, о юноше. Вы знаете, оно все связано. И потом сильная община, потом сильные дети, потом сильные благословенные дети, которые видят своих родителей, и, знаете, и подражают им. Поэтому мой ответ такой, я не всегда справлялся с этой обязанностью. Я говорю, что это неправильно, и я вам говорю, что если в вашей жизни есть такой момент, когда есть выбор между служением и семьей, вы знаете, какой у вас такой, выберите семью. И подойдите к пастору и скажите, пастор, прости меня, сейчас я не могу. Вот то, что мы говорили сегодня, это нам дал Бог, эту силу на управление. И если я вижу, вот любовь к общине, я прихожу, я люблю мою общину, я могу дать и столько, сколько я могу дать. Но если это будет сверхсила, знаете, кто, знаете, как мне говорит одна, одна женщина сказала так, ну, она мужу сказала так, если ты умрешь, кто будет кормить нашу семью? Говорит, Бог. Она смотрит на него, нет, Бог не будет кормить. Будет кормить, будет кормить моя мама и люди, которыми не от меня, которыми не будет жалко меня. А ты где будешь? И он остановился, потому что он, наверное, верил, что он будет служить, он служил, служил. И в конечном итоге и служениями не шло, и дома скандалы. Но когда он остановился, обратил внимание на свою семью, когда он постарался обратить, когда он начал делать какие-то шаги, все то, что он делал, начало расти. Потому что он стал в правильном положении перед Богом. И я, честно, хочу сказать, что в каких-то моментах я был неправильным положением перед Богом. Потому что какие-то внешние, они... Вы знаете, вот как корень. От корня идет питание. У меня осталось 30 секунд. От корня идет питание. Если корни обрезаны, дерево сохнет. И вот семья – это наши корни. Как Бог показал мне, значит, что моя жена – это аэродром. А я – самолет. Без нее я не смогу летать. Но я всегда должен возвращаться к ней. Потому что без нее я не смогу просто дальше. Но без меня она не будет аэродромом. Она будет постройками, она будет по красной полосой, на которой можно сделать хороший рынок, но она не будет аэропортом. Поэтому все вместе, вдвоем, мы можем быть именно таким единством. А наши дети – это будет продолжение нашего единства. И чтобы он вот в них вложен, то они смогут и дальше принимать. Вот такой вопрос. Я не знаю, ты тебя не говоришь. Кстати, Писание предупреждает об опасности для мужчин. Если женщины, если их жены недовольны ими, у них есть претензии. У них не будет успеха в молитве. Поэтому сделай жену счастливой для того, чтобы Бог тебя услышал. Я так думаю, что нужно покупать на Бога. Как я люблю служить. И каждое служение зогревает душу моему. Но когда через служение дитина не видит батька, хай Богу поможет батьку Му-му. Знаешь, ты в следующий раз, ты сядешь рядом с нами, я хочу сказать, что твои комментарии, когда они поднимут на самом деле. Вот смотрите, мы говорили про дар. Это дар. Это дар надо использовать. Я тебе скажу, что иногда острое слово, оно может разрезать, извините за движение, тупость массы. Я бы сказал по-другому про острое. Это как приправа. А, как приправа. Пуснее становится. Пуснее становится. Вот у нас последний вопрос, и все. И у нас заканчивается наша сессия с оживлением. Можно? У вас большой опыт, у вас есть семьи. Если вы в служении, у вас, скажем так, тылы прикрывают жены. А вот такой вариант женщины, которые сами воспитывают детей, и аналогично в служении все это время. И так получилось, что дети выросли, опять же, не получают достаточное внимание. Но того нужно быть женщина, которая потратила время на служение больше. Как помочь этому взрослому сыну? Хороший вопрос. Жаль, что мне немножко не по адресу. Я, к сожалению, холостой. Не имею детей. Женщин подобных видео у нас вообще не ставший молитвенник или, скажем так, лидер. Вы знаете, я не люблю, мы вчера об этом говорили, и сегодня уже говорили, я не люблю слово лидерство, потому что в него выложено больше мирского восприятия, чем бездельского. Мне больше нравится выражение «старший служитель» или «служитель». Потому что хочешь быть больше, стань меньше. Есть старший служитель на лидерного служения. Она вдова, у нее сын, сын был в общине, сын ушел из общины. Иногда просто, то, что я слышу, иногда она не понимает, что происходит. Но вот что она делает из ее опыта. Она продолжает служить, уповать на Бога, возносить к Нему молитвы. Братья и сестры с Ним в этом солидарны. Поскольку сына я знаю лично, иногда просит пойти, в последнее время это не так часто, подойти с Ним о чем-то поговорить. Сын меня просто адекватно воспринимает, все у определенных обстоятельств. Это взрослый мужик, старший на меня, ровно четыре. У него трое детей в разных браках. И тем не менее, жизнь не очень у него слаживается. Но она, для меня вообще, воин Христов воюет на коленях. Вот она не то, что воин Христов, она ниндзя. То есть видите, вот такое сравнение? Она реально ниндзя. Ей за 70. Но вот тот огонь веры, огонь упования, доверия, воинственности, молитвы, вот он у нее не затухает. Она говорит, ну, жив Господь, и мои дети будут спасены. Поэтому вот единственное, что на ее примере могу сказать, продолжать уповать и не опускать. Это нелегко. Видя печаль в ее глазах, иногда эти глаза могут быть мокрыми. Увы. Но потом приходит какой-то момент, и она с новой силой, потому что вот Бог мой сказал. И если как разная песня, чем самому поверишь ты, я поверю в Слову Господу. И вот в ней это вот постоянно колокольчущий такой вулкан огня живого. И она воинствует, продолжает воинствовать. И я так понимаю, что это будет. Или до того, как она это увидит, или до тех пор, пока Бог ее заберет. Но я понимаю следующее. Верен обещавший. И как сегодня говорил, ведь мы хотим, чтобы наши дети чего-то там доделали, чего мы не доделали, и в свои года имели ту зрелость, которую мы получили под определенный путь. А к сожалению, мы можем даже этого и не увидеть, потому что наши дни могут закончиться на этой земле. Но верен обещавший. Знаете, я просто, может, скажу такой, я не знаю, вдохновитель не вдохновит, я недавно общался с одним мужчиной, который уже далеко за 70 лет, и у него очень была тяжелая судьба. Он прошел наркоманию, бандитизм, тюрьму. Его мама умерла, была верующая, пятидесятница, и так и не увидела его покаяния. Ему сейчас, по-моему, 72 года. Ну, это мужчина, это взрослая девушка, скажем, дедушка, мужчина. И вот, смотришь на его жизнь, он верующий сейчас уже. Но он стал буквально совсем недавно. И мы с ним разговаривали, и он говорит так мне. Он мне начинает уже жаловаться, а я ему говорю, скажи, пожалуйста, сколько ты лет? 72. А где твои друзья? Они уже все умерли на кладбище. А где все твои товарищи там? В тюрьмах. А ты на свободе и ты верующий. Почему? Он говорит, ну не знаю, потому что твоя мать молилась за тебя. И сегодня ее нет с нами. Но ты сегодня здесь, ты сегодня узнал Бога. Ты увидел, что твоя прошлая жизнь была разрушена. И я думаю, что для таких вещей, знаете, мы хотим сразу. Бог не джиня. Слушайте, я говорю, как человек, который занимается молитвой. Бог не джиня, не волшебная палочка. Даниил молился, сколько он молился за Израиль. Трижды в ней он стоял и молился Господь. Потому что он знал, что Бог, что пришло время. Пришло время. Понимаете? И очень часто мы хотим, чтобы было как? По щучьему велению, по моему хотению, община, приведи пробуждение. Сцелись, сцелись. Дочь, возродись. А Бог говорит, нет. Брат, покайся. Брат, покайся. Каюсь. Но всегда бывает и так. Но иногда. Иногда. Но к сожалению, чаще мы видим, что наши битвы ведутся на колебиях. Наши битвы ведутся в монет. Пожнем, если не ослабеем. Пожнем, если не ослабеем. Вы знаете, у нас уже завершается наша сессия. Я думаю, что это хорошее начало. И я думаю, что если Бог даст милость, и мы еще будем живы, и мы приедем в следующий раз, вы нас не выгодите. Мы ладим. Вы не представляете, что у вас в общине есть такие же люди, которые умеют и знают, как и мы. Нам легче. Мы приехали из другого города, и вы нас воспринимаете. Просто вы знаете, как гостей. Нет пророков. Да, нет пророков. Послушайте. Есть, есть пророк. Может, к вам ко мне ходить? Мы к вам. Это вообще шикарная вещь. Потому что мы должны переливаться друг в друга, как из сосуда в сосуд. Когда вы собираетесь вместе, у каждого есть слово. Наставление, научение, утешение. У нас у каждого есть чем поделиться. Нет такого, что у меня нет. Послушайте, я сегодня говорил об общине. Хочу добавить еще следующее. Каждый находящийся имеет свой талант. Каждый имеет свое призвание. Это настолько затертые и избитые фразы, но послушайте, поверьте в это, что вы не бесталантны. Человек себя считает бесталантным, потому что он сравнивает себя с кем-то. Вот он талантливый. Не-не, посмотри на себя, задай себе вопрос. Таланты есть у всех. Без таланта у Бога не бывает никого. Без призваний не бывает никого. Вожелайте. Как это? Пусть все намерения твои во мне состоятся. Это очень тяжелая молитва. Потому что вдруг понимаешь, если это начнет действовать, то все твои представления о том, как бы ты хотел прожить, много просторонних. Завтра Абрика, здрасте. И не просто видишь. Но она постоянно. Но, да, это будет круто, если вы выглядите. Давайте мы помолимся. Сейчас, секундочку. Смотрите, я когда готовился к нашему семинару, я заказал специально очень классная книжка Дерека Принца «Библейское лидерство». Я читал ее, я получил массу благословений. Я вам советую, запишите себе, закажите и обязательно прочитайте. Потому что вот то, что мы здесь говорили, оно все здесь так же присутствует, только может немножко в другом формате. Очень классная книга. Он показывает те ключи, которые нам необходимы для того, чтобы быть успешными лидерами, прежде всего, в глазах Господа. А тогда это будет выражаться в нашем эффективном служении. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok «Библейское лидерство». Субтитры создавал DimaTorzok «Библейское лидерство». Субтитры создавал DimaTorzok «Библейское лидерство». И также благословляйте и молитесь за нас, потому что мы нуждаемся в том, чтобы Божий мир приходил в нашей жизни. И пусть благословит Господь наше начинание, наши общины в Хремницке, в Одессе, в Житомире, чтобы вместе, как одна семья, мессианских общин, имели братство, вот это отношение, чтобы мы славили Господа. Боже, благослови нас, благослови всех вместе и каждого владельца. Боже, просто яви свои чудеса. Я сейчас говорю просто, просто в жизнь тех людей, кто нуждается сейчас в реальном Божьем ответе. Боже, ответь на эту нужду. Господи, просто возьми приговор врага и отмени его, по имени Ишима. Боже, возьми человеческое постановление, решение и просто отведи его. Поэтому пусть будет Твоя воля, Твоя угодная и совершенная воля для каждого из нас. Я прошу, чтобы те дары Божьи, которые Ты вложил в сердца, в жизни наших правильных сестер, в жизнь каждого, они раскрылись. И мы были успешны в этих дарах. И мы были успешны в том служении, которое Ты приготовил для нас. Мы просим Тебя, Ишуа, яви славу Свою, яви милость Свою, Боже. И особенно мы просим за эту общину, за Божию Исахнининскую, за Проскорбскую общину. Мы просим Божию, чтобы Твоя благодать упала на ней. Мы просим Божию, чтобы взрослась то семя, которое сеется. Мы просим Божию, благослови каждого брата и каждую сестру. Пусть приводит Божия Твоя полнота во всем. Господи, благослови все эти служения, эти начинания, то, что делалось. Боже, и если не было видно плода, я прошу Тебя, Господь, с моими братьями в молитве согласия. Пусть Твой Божий огонь, Божий взрастет этот плод. И мы просим Тебя за евреев, проскорого, Господь, да найдут, да не дом в этой общине. Баэтсимха, радость, радость, дом радости, во имя Ишуа. Благослови Своему благословению. И пусть Господь, то, что мы говорили, Отец, оно упадет в ту почву, которую Ты уже приготовил. И мы увидим в годы этого во имя Ишуа и Сима. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Вас именем, самым главным именем в жизни человека, именем Бога Авраама, Ицхава и Якова. Благословляем именем Ишуа и Сима. Аминь. Ай-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-